Всем мяса! С вами Павел Мясник и сейчас я покажу вам, как избавиться от вылетов в мафии. Дело в том, что существует три способа, которые точно работают. Это мы сейчас откроем настройки, открою я их на паузе, потому что если я их открываю не на паузе, у меня слетает запись. Так что сейчас я ставлю на паузу и сразу их открываю. Вот я зашел в систему настроек, отлично. Здесь у нас есть разрешение. Изначально у меня стояло 1024 на 768 и из многих миссий вылетало. В том числе миссия была с гонками, когда ее проходишь, то есть машину гоночную везешь к автослесарю, он тебе ее, к автомеханику, он тебе ее ломает, ты ее везешь на гонки и она на гонках стопорится. Когда приезжаешь на гонки, чтобы начать гонку из миссии, то и вылетало. Я в этом случае ставил разрешение 800 на 600. Помогло, правда пришлось 10 раз ездить, пока я до этого додумался. Следующая миссия была, это не пыльная работа, так она называлась. Либо на перед этой была я точно последовательность не помню. Дело в том, что мы когда того чувака убиваем, который убегает, начинается тоже ролик и все, она вылетается. Дело в том, что я не знал тогда быстрого способа, что может там колесо отломать, это я узнал из видео секретов, которые я посмотрел. Просто интересно было то, что я пропустил. Пропустило, конечно, много по мафии, но я за ним гонялся в итоге. И когда я его ловил, это очень долго, конечно, времени занимало, потому что у него машина быстрая, нереально просто. Игра вылетала. Я тогда ставил, если 800 на 600 не помогало, я ставил разрешение 320 на 200. Это два способа, которые мне помогли до середины игры. Но была еще одна миссия, я точно не помню, по-моему, это была миссия именно вести сигары, в которых были алмазы. Точно не могу сказать, но в общем она вроде бы. Я перепробовал в итоге все разрешения. Кстати, кроме разрешения 512 на 384, здесь разрешение ни на что не влияет. Не знаю, с чем это связано, но только то, что вы сможете видео смотреть и все. А так оно будет одинаковая графика, но только вот это отличается. И дело в том, что когда ни один из этих способов не помог, я нашел супер крутой способ, на котором я, правда, играть не смог. Игра сразу становится в максимальном экране, но в окне открытая. То есть там будут рамки. Этот баг исправляется фиксами, но мне нравилось с полосками черными проходить, как, знаете, старые фильмы на VHS-пленках смотреть. Тоже вот ностальгия небольшая. Открываем, значит, совместимость. Запускаем в режиме совместимости. Неважно, какой у вас Windows, запускаем Windows XP, либо пакет обновления 2, либо пакет обновления 3. Любой запускаем и все. Игра у вас запускается отлично. Я даже сказал на ура. Я даже не знаю, смогу ли я сейчас это показать, потому что видео прерывалось в прошлый раз. Я уже пытаюсь это в пятый раз заснять. Но, в общем, ставим любое из этих. Сейчас я поставлю на паузу, и, возможно, если запись не прервется, тогда я вам покажу, как будет выглядеть игра. Но если прервется, тогда я сразу попрощаюсь. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник, и да пребудет с вами мясо. Дорогие зрители, пауза творит чудеса. Даже запустилась мафия. Охренеть. Я уже, кстати, проверял, она в этом окне снимает. Так что выбираем большую прогулку. Я вам просто сейчас покажу. Немного неудобно выглядит персонаж, поэтому я в этом режиме как бы не проходил. Так его почти весь корпус показано. Тут только плечи, видите, и голова. То есть играть немножко для персонажа неудобно вот в таком вот исполнении. С фиксами, конечно, это все исправляется, но, тем не менее, я привык в таком вот режимчике играть. Это чувство не остановился. В машине все сразу же исправляется. Ирина меня остановит. Стоять. Ладно, машин нету. Ну, видите, неудобно. Я просто сейчас хочу еще показать ближайшую машину. Ну, я думаю, сейчас из того переулочка или сзади где-нибудь. Ну вот, видите, отсюда выехала красивая машиночка. Тот, да, я тебя ограбливаю. До свидания. Есть, кстати, те, кто и сопротивляется. Могут вас и с дубинами грохнуть. Да, кстати, в секрете, как я посмотрел, даже если, оказывается, люди, которые с собачьей головой ходят, я не раз таких, правда, не встречал. Большую прогулку я еще не играл, но думаю, тут квесты пройти, потому что, по идее, как сообщил мне один из этих квестодателей, работодателей, что должна появиться классная машина какая-то. То есть он награждает меня определенным видом транспорта. Я это не проверял. Вот хочу проверить, какие же здесь могут быть классные машинки. Вот заправка. Можно заправиться, если... Ну, вот видите, у меня топливо на нуле, например. Я подъезжаю. Он где-то там, да, стоит за подворотом. Так, ладно, я подъеду, давайте, колонки тогда с другой стороны. А, у меня бак справа, да. Они не русские, чтобы перекидывать. Это я, знаете, когда колонки на своей машине подъезжаю, я перекидываю, в принципе. Ну, что, что я мотор-то заглушил. Главное его не сбить, потому что иначе не получится заправиться. Ну, вот видите, опять же, не получается ни хрена у меня. Поэтому можно вот так вот это вообще сделать. Отсюда сейчас заехать. Вообще, какие-то тупые заправщики на самом деле. Управление здесь, конечно, не особо удобно, потому что камера движется непослушно. Я надеюсь, шланг дотянется сейчас. Да ты издеваешься, я уже задолбался, мотор глухий. Вот шланг, что тебе не нравится. Оттуда я должен заправляться. Вот когда у меня один раз получилось отсюда заправиться, да, вот все, можно. Она, видите, телепортируется сюда сразу. То есть, немножечко нелогично. Куда ты ее заправляешь, правда. Интересно мне. Бензин взял, вылил пока этот, видите, не палит ни хрена. Да, мужик, я тебя заправил, конечно, иди отсюда. На самом деле, воду оттуда, наверное, льет. Но, тем не менее, бак у меня теперь полный. То есть, мать, я вот такими мелочами, она действительно просто охрененно. Мне очень понравилась эта игра. Вот думаю, сейчас пройти вторую часть, соответственно. Третью я уже посмотрел. Желания как-то особого нет. Ну ладно, если я вам помог. Вот этот режим, кстати, работает на все. Я уже сообщал в видеоролике, поэтому смело используйте. Если помог, я очень рад, потому что мне это помогло. Я смог пройти, правда, с горем пополам мафию. Из-за этих вылетов частых приходилось одни и те же рутинные работы делать. Особенно бесило это с поли, когда надо было там на поезде к банку поехать. Так он медленно шел. Ну ладно, сейчас не об этом. Всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч и до атрибуции, ребята.